Николай Васильевич Денин окончил школу больше трех десятилетий назад. Подобная встреча первая. И той бы не состоялась, если бы не активность Валентины Аздоевой, выпускницы новониколаевской школы. С подругой, окончившей тоже учебное заведение, решили, а почему бы и нет. Все встречаются, а мы ни разу. Сказано, сделано. Вспомнив, что учились вместе, но годами раньше с главой региона, написали Николаю Денину письмо. Пока ничего, никакого ответа, ничего, ничего. А потом к Домашову нам позвонили. Вот начальник школы, директор школы, Наталья Павловна, нам позвонила. Ну и мы так вот думали, будет, не будет. Мы решили, что встретимся. Все-таки надо. Столько у нас времени прошло, столько мы не видели друг друга. Разными дорогами разошлись когда-то друзья-одноклассники. Судьбы многих неизвестны. А так, кто на складе работает, кто на почте, кто учителями, военными. Самые разнообразные профессии получили выпускники тех школ. Леонид Акимов, ныне слесарь-сантехник, в младшей школе с главой региона сидел за одной партой. Вспоминает, дружили очень. Даже списывал у Николая Денина. Но там у пятерки ставили. А Леонид Ильич выше тройки, ну никак. Тогда отец приезжал его, так говорю, дядя Вася, отец его. И нас забирал у Домашова. Мы с ним на печке играли в хоккей. Там хоккей, так говорят, ножлезники. А в воскресенье батя отвозил нас, дядя Вася. При начальной четырехлетке в Новониколаевке работал интернат. Когда тепло было чуть меньше 10 километров, от Домашова до школы можно было, где пешком пройти, где на велосипеде доехать. Осенью и зимой, как правило, ребята учились и жили в Новониколаевском интернате. А на выходные родители забирали детей домой. В 71-м Новониколаевскую школу снесли. Потихоньку начали ремонтировать среднюю Домашовскую школу. Сейчас ее по праву можно назвать образцово-показательной, не без помощи Николая Денина. По всем ступеням, где я учился, в школе, в техникуме, в институте, в Академии государственной службы при президенте Российской Федерации защищался, но основа была заложена здесь. Кто бы что ни говорил, она была заложена здесь и было легко двигаться дальше по жизни. Спасибо. Всем добра и поздравления. Эту встречу решила провести как генеральную репетицию перед следующей, уже в 2011 году. С уверенностью, что отыщутся адреса остальных выпускников и придет не сотня бывших одноклассников, а гораздо больше. Татьяна Глазова, Игорь Сусла, События Домашова, Брянский район. Почему вот это? Брянский район.